Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим беседы, они называются все «Во свете Библии, открытым оком». Главное, что мы в ответах берем, это из священного Писания и Слово Божие из Библии. Это три названия в этой книге. И вот сегодня попросили один священник с одного города рассказать бы о том, что о своих делах люди делают. «Можно ли говорить?» А то другие осуждают, говорят «делай тайно, посетись тайно, молись тайно». Другие рассказывают о своих делах. А раз рассказывают, значит, по неволе появляется местоимение «я», «я там был», «я там сделал». У людей это не принимается. Им нужно говорить отвлеченно. Ну и вопрос, наверное, очень хорошо, что «а что об этом говорится в Библии?» Главное, Библия. Вот теперь мы посмотрим. Я сейчас открою. Немного я тут подготовил материал. Прямо направлять надо будет. Очень хорошо видно. В Библии «я» с большой буквы. Во всей Библии. Это не все знают, но я просто выдам данные эти. Встречается до 2070 раз. А всего, вот с маленькой и с большой «я», вот она где есть, 4384. И местоимение «я», то есть касающееся человека, во всей Библии, канонической, 2314. А в неканонических книгах «все я» 514, «я», касающийся Бога, 154, и маленькое 360. И вот теперь считайте, 360 и 2314. А у меня получается 2000, получается что? 300-600, ну и дальше 74. Все. Это немалое число 2000. Просто 1, 2, 3 считать много. И оказывается, Священное Писание всегда, всюду, делает упор на личность. Бог разговаривает с Адамом. Он допрашивает не обоих вместе. Бог разговаривает. С Евой отдельно. Адам молчит. У Бога везде индивидуум перед человеком. И на суде Божьем написано, каждый из-за себя даст отчет. Вот это мы, а вот мы, мы, это мы, конечно, мирские люди дали. Такая буква последняя, наоборот, по-серковно-славянски, аз, буква А первая получается. Но это уже на другом уровне приходится разговаривать. Вот. Я показываю. Вот книга Псалтырь. Ее читают все. Одни по ней молятся. И вот смотрите, что получается. В Псалтыре всего буква Я, то есть местоимение Я, не буква, не буква, 343 раза. Хочу я, не хочу, но если я Псалтырь читаю, я по неволе буду столько раз говорить Я. И то, что Давид составлял молитвы, Псалмы, это молитвы, вот, мы их присваиваем себе, читаем, помилуй меня Боже. Ведь не до того мы читаем, что я Довы, помилуй меня Боже, это Давыд, а меня не касается. Именно, помилуй меня, по великой милости Твоей, ко мне, и по множеству щедро Твоих, ко мне, помилуй меня. Слово местоимение, я не беру меня, оно не меньше число раз встречается. А если нас, оно намного меньше. Ну и понятно, что счет идет по головам, но по врусу все отвечают. Вот. Всего, значит, получается, что 343 раза. Вот. 87 из них, я, это Бог говорит о Псалтыре, вот, а и того, тогда остается на частного человека, на одно, 256 маленьких я. 256 раз, каждый, кто читает Псалтырь, монашка любая, она говорит от себя я. А если мы это не присваиваем, тогда и молитвы никакой нету, просто читаем, как художественный роман. Я повторяю, 256 раз, вот 40 узгар читать, это 40 раз, если Псалтырь читать, приблизительно, даже 4 раза, уже больше 1000, 4 раза, а еще множество 10, 40 тысяч раз, надо будет сказать я. Не безмозглое животное стоит, а человек, и он местоимением входит в это самое. Теперь смотрите, прочитаем, Псалом 5,8. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Я. А зачем Давид этим хвалится? Ну и заходи и молись, Бог-то тайную молитву любит. По множеству милости Твоей войду в дом Твой, ну войди, поклонись, иди, чего трезвонить-то? Вы маленько применяете, от того, кто сегодня будет говорить, я, не нравится. Тогда это все не нравится, мне не надо с войной здесь биографии подходить-то. А то тут нельзя, тут можно. Вот Псалтырь, чтобы понятно было, что такое Псалтырь, я даю данные. Тоже не каждый знает их. Я потратил много времени подсчетом этим, ну Господь позволил дать. 150 псалмов, глав, 2516 стихов, 30 тысяч, 197 слов, 145 тысяч, 1771 буква. Это по-русски. Псалтырь. И вот во всем этом встречается вот только Тарас слово «я». Яконья. Псалом 7, 4, 5. Господи Боже мой, мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мной в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, выдали «я, я, 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 я». Зачем? Конечно, то, что я говорю, оно будет иметь отприк в сердце только верующего. А не верующего, он скажет, «Да что, тут маразматики собрались, какой-то псалтырь». Я говорю с верующими. Для них это все неинтересно будет. Псалом 7, 4, 5, два стиха. Три раза говорит «я», а дальше «мой», «мне», «со мной». Это все местоимение притяжательное, притягательное. Псалом 15, 8. «Всегда видел я перед собой Господа, его надесну, и меня не поколеблюсь». «Видел я, ну и видел, да и молчи. Зачем ты? А мы у него учимся. То, что он сказал к себе, мы применяем к себе. И я говорю, я его видел. Я чувствовал, он прошел мимо, и волосы у меня встали дыбом, как его говорит. Я всегда перед собой Господа. Этим надо хвалиться. Они говорят, что мы все видели. Откуда ты знаешь, видели или не видели. Один видел, другой нет, я. Псалом 16, 15. «А я вправде буду взирать на лицо твое, пробудившись, буду насыщаться образом твоим». Это образ не икона. Иконы не было. «И я пробуждаюсь когда, и вправде я буду взирать на тебя, и буду насыщаться я образом твоим. Насыщаться буду, не будем». Псалом 17, 22. «Ибо я хранил пути Господни, и не был несчастливым перед Богом моим. Ибо все заповеди его передо мной, и от устава его я не отступал». Ну, похвальба, сплошная. «Я был непорочен перед ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне». Ну, попробуйте, сейчас кто-то скажет «прелесть». Православное пропитано этим словом. Монахи, батюшки их научили. Хоть что прелесть. Прелесть и гордыня. Два слова это они ими лупят. А кто тебя благословил? Благословил, нет, батюшка. Они чего не знают. Человек, знающий Писание, эти слова даже не возьмет во внимание. Я вчера показывал, что такое прелесть. Где она встречается? Сколько число раз? Псалом 17,30. «С тобой я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену». Кто? «Я восхожу на стену». Но еще хвалить это. Поражаешь и поражаешь. Он не может без похвальбы остаться. И своими трудами надо. Это для него был великий труд. Он строго освобождал. «Я». И мы когда-то имели претензию к Давиду за это. Я беру пока в одну книгу, потом поведу по всей Библии. Господь не просто разрешает хвалиться, а повелевает в повелительном наклонении. Ты обязан говорить это. Ты обязан хвалиться, что я был у Бога. Мне Бог открылся. Для людей, когда считаю, они даже в Библию могут заглядывать. Неужели там так написано? Написано. Вот прелести вы как раз и находитесь в поповской прелести. Кто думает, что нельзя так говорить? Смотрите. Псалом 17,38. «Я преследую врагов моих и достигаю их». Кто? Я. «И не возвращаюсь». Кто? Я. «Да коли не истреблю их». Зачем он столько раз говорит об этом? Ну и преследуй. Это уже готово дело. Преследовал, победил, а хвалиться. Это зачем? Оказывается, прямое повеление Божие. «Хвалящийся, хвались Господом, что знает Господа». «Хвались» это повелительное накладение. «Хвались». Ты не можешь умолчать. В другом месте говорится, ангел повелел говорить о делах Господних возвещать. А цареву тайну, ну где-то работаешь на работе, нельзя разглашать, ее храни, никому не говори. Ты подписку дал не говорить. Псалом 17.41. «Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня». Ну кто читает псалтырь-то по-славянски, по-другими словами, но слово «аз», «аз», «я», оно обязательно там есть. Ты преследуешь врагов? Каких? Вот и вопрос. Иоанн Златоус это высочайший мудрец и проповедник, самый плодовитый. Но у него в 12 томах считается самый высокий уровень, выше которого он не поднялся, пятый том толкования псалтыри. Правда, не все псалмы истолкованы, то есть утеряны были толкования. «Истребляю», то есть он хвалится. «Обратил ко мне тыл врагов, кто? Ты!» То есть хвалящийся, хвались Господом. «Да, я сделал это, но я не... Давыд к себе это не присваивает, а через нас Бог отодел. Господь мне позволил милостыню подать. Он позволил мне помолиться». И мы так молились, и был у нас архиерей, такое праздничное богослужение было. Мы же можем это говорить. Люди не понимают, что Христос говорил делать тайно. У них всегда говорится, и они получают похвалу. То есть они похвалу думали получать. Остановились на улице, стоят, кланяются. А сегодня кто тебя похвалит-то? Тебя могут ударить и насмеяться, и кирпичом запустят. Псалом 17, 43. «Я рассеиваю их, как прах перед лицом ветра, как уличную грязь попираю их». Я попираю их перед лицом ветра. И я рассеиваю. Чего он якает-то все время? Давыд-то, царь, сказал бы, «Войска мои рассеяли». Нет, я их рассеиваю. Я. Это результат моей молитвы. Псалом 25, 5.1. «Рассуди меня, Господи, я ходил в непорощности моей, уповая на Господу, не поколеблюсь». Ходил в непорощности и хвалится этим. Ну, Давыд говорит, что в непорощности. Он уголовник. Он закон нарушал. Он убил мужа. Кто не знает, 50-й Псалом, то чего он сделал? Так, курия хитиянина, кто угробил? А говорит, непорощности. А дальше-то взял чужую непорочность. Согласно Слову Божию, Давид должен быть убит. Но Бог по-другому распорядился. И мы не можем это оспаривать, но просто должны понять, что мнение людей, что то, что ты сделал, нельзя никому говорить, иначе Бог тебя не примет. Это ни на чего, во-первых, не основано. Как правило, говорят люди, которые ничего не делают, а только, как я говорю, вокруг чужой колоколь не могут бегать. 25.3 Небо милость твоя перед моими очами, и я ходил в истине твоей. Ну и ходи, зачем хвалить это этим? Я ходил в истине Господней. Как мне Бог открылся, допустим, мне 51 год, и я так и нахожусь в этой истине. Я ни дня не был сектантом, ни одного дня, нигде. Но они давали проповедовать, они желали слышать Слово Божие в другой оправе, чем они имеют. 65.16 Придите, послушайте все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил он для души моей. Это явно неприкрытое хвастовство. Он сотворил, и теперь он будет рассказывать своей биографии, как убегал от Саула, как он Саула предавал в руки, а он его не убил, и как Бог его избрал, рукоположил, как метал в него копье Саул, когда он играл перед ним на гуслях, я возвещу вам, как он меня любит, Господь. Этим хвалиться надо, а не умолкать. Человек, который молчит об этом, он преступник перед Богом. У нас все перевернулось наоборот. И вот все это церковное научение, прелесть, сразу прелесть, то есть ничего не надо, вот сюда руки, вот так вот сидеть всю жизнь и разговаривать, прелести никакой нету. То есть превратись в камень. Не сидел, не сидел среди лживыми, да? Псалом 100 и 4 стих. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. То есть как бы на будущее уже обещает, опять я не буду знать. Значит можно, мы читаем, это псалтыр даже не спрашиваю, можно, нет. Мы читаем и научаемся из нее. В этой книге ничего нельзя изменить? Это одна из книг Библии. Я показал сколько букв в ней, ни одной буквы, ни одной иоты, ни одной черты нельзя убрать. 118 57 Самый большой псалом. Удел мой, Господи, сказал я соблюдать слова твои. Сказал я, за меня не крестные сказали, не батюшка, а я сказал. Это удел. Для чего я живу на земле? Это удел мой, пространство, которое за мной Бог застолбил, соблюдать слова его. Слова Божие. А как ты можешь соблюдать, когда Библии нету? Слова Божие только Библии, от корки и до корки. Больше ничего нигде нету. Святые отцы это святоотеческий труд. Каноны это каноны. Слово твое Давыд имел ввиду только Библия, что до него было написано. А дальше что к нему дальше в канон было принято. Дальше 118 99 Я стал разумнее всех учителей моих, не размышляя об откровении. Я стал разумнее учителей. Ну тут совершенно неприкрытое хвостовство. Что тут хвалить? Это я вот учился, я мудрее профессоров стал и больше. Это соответствует действительности? Да, соответствует. А почему? А потому вот мы читаем. Размышляя об откровении моих, только в одном случае ты можешь знать больше учителя. Если читать и запоминать и размышлять будешь об откровениях Божьих, что Бог открыл. Это Он мне открыл. И тогда я мудрее учителей буду своих. 100. Я сведущ более старцев, ибо повеление этого храню. Ну тут неприкрытое тоже хвостовство. Я, я, я. Что якать-то? Да это необходимо. Потому что тебя Бог наградил этим даром. Давыду Бог это дал. Он такой сведущий больше стариков знает опытных. Почему? Потому что повеление твои храню. Это не может сказать тот, кто не хранит повеление Божие. И поэтому сатана через него мутит людей прелесть гордыни. И вверху почему об откровениях. А эти люди не размышляют об откровениях Божьих. И их научили прелесть. Это кто сказал, что я знаю прелесть. А если знает сатана ему дал знания. Я неоднократно слышал это Библию знает. Так нельзя Библию знать как Игнати знает. Это сатана ему дает знания. Псалом 61 раз в одном псалме. Это как? В одном псалме 61 раз он сьякал. А зачем? Похвалиться Богом. Я его знаю. Если я об откровениях размышляю, я делаю с мудрым. Повеление его соблюдаю, я делаю с разумным. И учителей, и старцев превзойду в разуме своем. Это научение. Это Дух Святой сказал, так надо делать. Читаем по Библии. Господь говорит Духом Святым 52 7 Исайя. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сеону. Воцарился Бог твой. В Библии слово благовестство встречается 107 раз. И здесь что говорит? Как прекрасны ноги. А что ноги прекрасны? Чем они прекрасны? То, что это ноги благовестника. Самые красивые ноги у проповедника. Я тут немножко кое-что покажу. Володя, придется тебе более показать. Некоторые этого, может быть, не видели. Такого чуда. Мне пришлось много благовестствовать ходить. И у меня близкий знакомый был, Решкунов Леша, но он Леонид Ильич. И он сварил особые подковы. Это железная пластина. Вот она толстая идет тут миллиметра два-три. На нее он наварил вот они видно 12 гаек и по краям вот такие вот ушки. И на ушки он прикрутил. И смотрите, как я ее истесал. Железо. Это у коня подкова. Подкова только бывает. И у меня у коня. Вот она. Я сапог этот держу. Может быть, со мной его в гроб положат. Я Господу покажу. А что в сапогах ходишь? Мне много говорят. Я сейчас покажу. Потому что мой Бог ходит в сапогах. У Бога сапоги. У него нету туфель, полуботинок. А написано сапоги Бог носит. Когда говоришь люди вообще. Я говорю, ты псалтырь хоть раз считал. Каждый день считаю. И ты не слышал, что Бог говорит, что он в сапогах. Нет. Сейчас я покажу. А вот у меня теперь уже некому. Тот человек умер. Как они у меня стоптанные. Видите как? Если только можно посмотреть, увидеть. И вот заплатка стоит. Но они прекрасные ноги сохраняют. У меня сапоги отдельно полностью стесаны. Я их связал и написал на похороны. Похоронить меня в сапогах. Я положить мне Евангелие, там маленькое завернуть несколько целлофанов, кто раскопает, найдет. И на кресте, чтобы все время висел новый завет и надпись. У кого нет нового завета, возьмите. Как только убрали новое повестье. Я заранее приготовил допустим 100 новых заветов. Я хочу из могилы проповедовать. Я хочу. Это мой Бог меня додумил. Он дал мне любовь к этому. Не умирайте, кто слышит. Вот сказал, сказал о себе. Стоит о чем похвалиться. 107 раз я раз слышал, как Бог говорил. Но Бог сказал однажды, Давид говорит, а я слышал дважды. Слышал этими ушами, и вот здесь еще уши есть, что надо идти проповедовать, благовествовать до края вселенной. Мы отслышали написано, люди будут искать от моря до моря, Слово Божие. А мы решили, пока еще не наступило это время, от моря до моря проехать и везде застолбить место, оставить Евангелие, Библии, книги свои. Римлянам 10.15 И как проповедовать, если они будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое? Видите, как апостол Павел скопировал, перенес и говорит, уже в Новом Завете, прекрасны, кто причистую. Я о сапогах многое мог бы рассказать. Я одно время вел занятия в летном училище, ну и они меня пригласили к себе полковники, ну что там вобла, пиво-то, я в рот не беру, ничего, ну чем же угостить-то тебя, они не знают. А сапоги возьмешь, а какой размер, он говорит, 43-й, я говорю, это мой. Он полез там за диван, там у себя где-то в комете, и достал сапоги, теперь я еду по зарубежью везде в этих сапогах. А вот это я показал сколько сапог. Сестры тайно замерили у меня ногу и заказали спецсапоги, да они теплые, но я их ношу только где в церковь пойти стоять, по городу не хожу, боюсь, как бы они не испортились. Одно время, как дали мне их, я даже не разувался, на кровать так и лег. Зашел однажды, а там два благощинных, благощинные, ну и тогда еще не благощинные было отдельно, а погибло, значит кажется было Люкопранов там и Войтович, вот. И они сапоги-то увидели, а сапоги-то действительно хороши, ну, я никогда не носил. Вот они у меня уже лет 10-15 и даже не стертые нигде. Я вот здесь надену, до церкви дойду и опять стою не двигаюсь, чтобы не стереть их. Они у меня хорошие. Но они не прославленные, потому что на благовестии они только внутри церкви были, по городу они не ходили. Вот сколько я показал сапог. Показал, чтобы запомнили. 1 Коринфянам 4.15 Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Тут красный я выделил. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Люди, когда злятся, из-за чего? Из-за одного человека люди приходят через благовестие, обращаются, каются, делаются христианами, некоторые священниками делаются, а у другого ничего нет. Он только подсматривает и прелесть гордыня, прелесть гордыня, он ничего не имеет. Он не может сказать эти слова. Не может. Апостол Павел мог сказать. А раз мог, он поставил в пример, что мы, говорят, что от благовествования я родил вас. Ты можешь сказать, что ты родил благовествованием? Не тем, что пришел, а именно от проповеди. В интернете проповедь, когда бывает. Я знаю таких людей, через интернет сектанты делаются православными, неверующие приходят. У меня много знакомых, и я просто свидетель. знает такого человека, но не знаю, как он в теле или не в теле. Ефесянам 6.15. И обув ноги в готовность благовествовать мир. Это в духовном плане. Благовествовать. Таких сапог, которые только для благовестия, чтобы ты надел их, и они сами зашагали, нету. Это готовность. Если мы к этому готовы, ноги уже наши будут обуты Богом, в готовность. 1 Тимопея 1.11. По славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. Ну, вверено, зачем хвалиться? Такой великий дар дал Бог. Ты его хранить тайно, чтобы никто не видел-то. А то на небе ничего не получишь. Да ведь не так. Господь не об этом сказал. Мне вверено, Павел говорит. И послал Бог меня не крестить. Вот у Попов у них у всех крестить, крестить, а Павел говорит, послал меня благовестствовать и не крестить. Вот апостольское служение-то. Иоанн Затаус говорит, для того, чтобы быть благовестником, душу обратить, нужно тысячи талантов, не одна тысяча, а талантов. Ты должен знать человека, его нужду, то есть происхождение. Все должен знать. А для того, чтобы крестить, не надо ни одного таланта. Достаточно быть рукоположенным и незапрещенным. Все. А остальное он прочитает, там, потребнику, что потребуется. Иоанн Затаус. 1 Фессоникиисом 1.8. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Не нужно не потому, что не надо, а вы все знаете, что нам надо повторять. Значит, об этом деле, которое Павел так высоко ценит, и он говорит, пронеслось слово Господне. Об этом говорили везде. Эти люди приезжали, рассказывали, как они проповедовали, как люди обращались. Мы увидим, как это делает апостол Павел. Об этом нельзя молчать. Ты вот сегодня, допустим, священник, тебя вызвали к умирающему. Ты видел, как душа обращалась. Ты ее причастил. Она раскаялась. Ты другим это расскажи, ты не имеешь права, ты исповедь можешь, не должен рассказывать. А это ты обязан сказать. Я душу проводил на небо. Понимаешь, ты найди, что сказать. У Виктора, отверженного Виктора Гюго, там все это написано. Именно такими словами. Считаем дальше. Иеремия 9,24. Иеремия 9,24. Хвалящийся. Ты это узнал, что Богу в этом нравится? Суд. Все судьи должны делать так. Правду. Правители, депутаты, они знают это. Они могут похвалиться Господу, что были взяточники, коррупционеры. А теперь они не такие, потому что они знают Господа. За все отвечать. Я много судился с разными органами. По милости Божьей, ни одного поражения за всю жизнь не было. В духовном плане даже были генералистимуса присвоить. За то, что поражений ни одного не было. Но это Бог так сделал. Говорю, это с кем-то было. Вот так. Смотри, что. Если ты этим хвалишься, написано хвались, я это слово показываю. это повелительное наклонение. Если хвалишься, схвали с Господом. Это Он сделал. Всегда добавляю это. И это благословенное Богом. Они, я пошел, я сделал, я построил. Бог опрокинул, и теперь с семь периодов будешь жрать траву на ходу носа. Я сделал, я сделал. Ты ничего не мог бы сделать, если бы не Господь. Он сокрыл, говорит, лицо свое, и я смутился. 1 Коринфянам 31, чтобы было, как написано, хвалящееся, хвали с Господом. Это в Новом Завете. Повеление, хвалиться-то. Если хвалиться, прелесть, гордыня. Какая гордыня? Откуда она появилась? Ничего не знает. Дальше. 2 Коринфянам 10, 17. Хвалящееся, хвалися Господи, что ты его знаешь. Сколько раз мы прочитали. Хвались, это повелительное наклонение в восхищательный знак. Или можешь хвалиться, это изъявительное наклонение. Притча показывает, чем нельзя хвалиться. Вот есть три вещи, которыми нельзя хвалиться. Не хвались завтра, завтрашним днем, потому что не знаешь, что он родит тебя. А вот мы будем, пятилетний план, семилетие, через 20 лет нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Мы социализм построим. Построили? Ведь не ГУЛАГ построили, а громадное кладбище. Исчезает нация. Так уж пришло, время исчезать ей. Вот не хвались завтрашним днем. А как? Яков говорит, не тщеславьтесь. А говорит, если Господу угодно, я его знаю, все в его руке. И живы будем, это от него зависит. То поедем, сделаем то и другое, будем торговать и другое. Два условия. Если Господу угодно, и живы будем. Не хвались. Мы нашли. Сирахов 11.29. Не умничай много, чтобы делать дело твое. И не хвались во время нужды. Чтобы дело делать Господне, не хвались. Ты его узнай, как делать. И когда ты все узнаешь, тебе жизни не хватит, чтобы быть совершенным, чтобы конкурентоспособным быть. Не умничай много. Некоторые начинают умничать, исследуют отроиться, что-то говорят. Этого нельзя делать. Ты должен успокаивать душу свою, как дитя, те отнятого от груди. И высокой, недосягаемой для меня, Давыд говорит, я не входил. Сирахов 12.4. Не хвались пышностью одежд, и не превозносись в день славы. Ибо дивны дела Господа, и сокровенны дела его между людьми. Сегодня он знатный такой, его все почитают, хвалят весь интернет наполненный. Раз, и нет человека. Все, и как будто никогда уже стерли, как будто никогда не было. Подняли гвалт, начали кричать, никто ничего не может сказать. Но люди уже на волне, а там говорят, чтобы меня не тронули, давай я его спихну, уберу. А ты прими это для себя. Не хвались пышностью одежд. Одежда это не только одежду, которую надеваешь, а то, чем украсил тебя Господь, внешний вид. Потому что для души тело наше есть одежда. Один высокого роста, другой низкого. Какие глаза? Твоего там ничего нет, чего хвалишься-то? И вот мисс красоты, она ходит, сегодня там еще силиконом накачают. Яков 2.18. Я говорю о том, можно ли говорить о делах, которые через себя сделал Господь. мы не будем смотреть на тех, кто умирает от этого. Они ничего не делают, и их дьявол только для него держит, чтобы ты не делал, чтобы шибить тебя. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею и дела. Покажи мне веру твою, без дел твоих, а я покажу тебе веру мою, из дел моих. А то Яков говорит, кто-нибудь, ну кто-нибудь из вас слушающий, значит, можно из дел показывать веру, а как же нельзя? Об этом и говорит. Матфея. Так, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. А почему вы не пьете, почему не курите? Я помню, в армии был. Я верующий, я не могу этого делать. Иначе я буду не на той стороне. Добрые дела твои заметят. Матфея 5.14. Вы свет мира. Не может укрыть все город, стоящий наверху горы. Он не может. А если укрылся, никакого города там нет. Это обман один. Он не может укрыться. А как вам Господь говорит? Это о каждой душе. Не то, что вы все вместе не можете. И зажегшись священни, ставят ее под сосудом, по-монашески. Но она под священники и светит всем в доме. Это твоя вера. А вера без дела мертва. Твои дела будут все видеть. Но когда, где можно сделать такое, ты знаешь, как вот Николай чудотворец тайно делал, ты делай его тайно. Но есть дела, которые нельзя сделать тайно. Их никак нельзя. Ты посещаешь дом инвалидов, а там в это время тебя могут и снимать, и другие знают. Какая тайна? Тайны нету. Есть такие таинственные дела, где невыгодно сказать, иначе пострадаешь. Было раньше репрессированы, их выгнали, и кто им поможет, тоже в ГУЛАГ пойдет. В книге Тавита об этом говорится. Убивали евреев, выбрасывали за город, и запрещали хоронить. А он ночью их доставал, нес и хоронил. И кто-то донес на него доброе дело. Ему пришлось бежать оттуда. Книга Тавита. То есть это в нашей жизни такое может. Так да светит свет ваш перед людьми, повеление. Так да светит, да здравствует, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца вашего неба. Так оно уже сделано. Ну и пусть видят, пусть это знают. Я знал одного человека, он был начальником детского лагеря 40 с лишним лет, без помощи государству. А может это укрыться? Не может. Едут кинорепортеры, режиссеры, снимают фильмы, и как? Только как ему гордость не подходит, а прелесть это болтовню только одну выпускает изо рта. Ты возьми 10 своих детей, 10, и доведи их до нужной кондиции. А это чужие дети. Это уголовная ответственность. А речь идет о тысячах детей за это время. Это каково? Да перед всем миром надо трубить и говорить. Придите и посмотрите, какой пример. Уже с детской беспризорностью было бы покончено, если бы другие это делали. Делал бы второй, третий и четвертый. К этому человеку надо обратиться, кто этим занимался. И сказать, а как это можно было сделать, а где были работники, а где средства, а где строение, где посуда, где постельные принадлежности, как отдых сделать безопасным. Чем именно? А я знаю, у них катаются на лодках, учат детей доить коров, и на лошадях ездят, и собирают травы, учатся. Все абсолютно учатся дети. Не знаю, говорю, знал такой человек, а во плоти, говорит он, или не во плоти. Первое Петра 2,12. Так, чтобы они видели ваши добрые дела, люди, и результат какой? И прославляли Отца вашего Небесного. Люди, которые прячутся, хотят, чтобы дела их не знали, эти люди не желают славы Отцу Небесному. Это Богопротивные люди. И когда вот говорят прелесть, он сказал, там, якобы, это люди не от Бога. Считайте, чтобы они видели, а как видели, если ты их спрятал, добрые ваши дела, уже сделанные, и прославляли Отца вашего Небесного, результат один будет. Ну, а вы-то не прославляете, это человека гнобите, который это делает. И значит, вы ответите, вы Антихристы, самое настоящее. Вы боитесь славу Отцу Небесному дать? Потому что эти примеры, они настолько поучительные, когда люди приезжают разной веры туда, разной национальности, в этом лагере там цыгане и иерей, немцы и казахи, греки, за границей приезжают. Так это пример-то на весь мир надо давать. Если кто пожелает, я потом адрес скажу, где это есть. 1 Петра 2,12. И провождают добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Они не будут Бога славить, но когда Бог их посетит, и они поймут, что они неправильно жили, и скажут, так вот я видел такой-то пример, а вот такой-то там делал, верующий-то был-то, смотри, да это были баптисты, нет, это православные были, православные тоже хорошие люди есть. Понимаете, вот это и есть свидетельство укрепления церкви, прославления Христа, что увидят добрые дела ваши, как они увидят, если их ты спрятал? Так бывают дела, которые ты делал, их нигде и не видно. Вот ты был под землей, вытаскивал, завал там был где-то, как-то, понимали, ты выйдешь, рассказывать, я услышал стон, а мы совсем в другом направлении, спасатели были, и его откопали, как, и он радуется, живой человек, покалеченный, но он живой. Другие, чтобы знали, жизнью жертвовали для ближнего. Вот про этого армянина, ты считаешь, когда автобус-то упал-то, и он спас 20 человек от смерти, автобус на 10 метров поглузился в темноте, а он чемпион мира, многократный, армянин. Зарядите, узнайте, его фамилию не могу сказать. Проставили. 1 Тимофеев 5.10. Какая вдовица должна быть известная по добрым делам? Не сказал неизвестная, но доброе дело делает, но известная. Она кому известна? Всем она известная. А почему? Странники к ней заезжают, ноги умывают, внуков воспитала. Какие они все грамотные, хорошие врачи, другие там, с меньшим образованием, хороший слесарь, мало ли что. Если она воспитала детей, а это разве можно спрятать? Принимала странников, она тоже не спрятает. Убывала ноги святым, тут еще можно, но все равно известно. Помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Дела будут крещать больше слов. Она известная. 1 Тимофеев 5.25. Равным образом и добрые дела явны. А если не таковы, скрыться не могут. Когда он делает эти дела, они бывают неявны, где-то там под землей, на небоскребе, в самолете, но скрыться не могут. Они все равно будут где-то известны. А надо скрывать. Какая нужда? Это город на вершине горы. Это необходимо сказать. Вот я думал, что там погибнут здесь. И как Господь дал-то? Я перескочил из пламени, выхватил двоих и вытащил сразу. 2 Коринфян 9.13. Ибо видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемого вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми. Видя опыт всего служения. То есть это люди видят. Видят и подражают. К этому апостол Павел призывает. А если не видеть, как подражать-то? Апостол Павел мог сказать, подражайте мне. Если сегодня сказать, подражайте мне, заплюют. Прелесть какая, гордыня какая. Подражайте мне. А Павел говорит не только о себе и о других, у кого увидите образ Христов, подражайте ему. Положа руку на сердце, скажи, ты мог бы сам это сказать? А я знаю таких людей, знаком с ними, которые это могут сказать открыто. И он наказывает своим детям. Вот дети, я могу вам сказать, достигните моего уровня, тогда поднимайтесь выше. А пока я перед вами. Смотрите, берите пример. У него 10 детей. От храма живет на 65 километров и никогда не пропускает. А один обрабатывает. Токарь, призеровщик, заказчик, лекарщик. Все у него есть. И я его знал. Я у него многому учился. Устинов Александр Иванович. Настоящий герой. Исповедник Христов. Дальше. И они, люди, когда видят опыт такого служения искренне, прославляют Бога. И там написано, прославляют в день посещения. Люди, которые скрывают, а они Богу славы никакой не дают. У них ничего нету. Матфея 23.5. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. А не делать, чтобы видели. Умышленно это делают. Ему это не надо. А вот сделали теперь, на храме напечатают, на храме Христа Спасителя, кто помогал, давал. Он миллиарды. Награбил, а миллион может дал. Расширяет хранилища свои. Ну, широкие, как у попов, рукава. Увеличивает воскрылия одежды своих. Ну, конечно, это уже от священнослужителей. У простого этого нет. Ну, то есть, это о еврейских говорится. Не о наших. Наши-то они в узенькой одежды ходят, у рукава у них в обтяжку. Наверное, так. Матфея 6.1.5. Смотрите, не творите милости не ваши перед людьми. С какой целью? С тем, чтобы они видели вас. Он творит с тем, чтобы видели. Один пятачок даст, да, говорит, разделите на двоих. Смысл-то, назначение. Почему? Не делайте это, чтобы видели. Это увидеться. Чтобы прославляли ли их люди. Не Бога прославляют. Там описано, прославят Творца, а здесь их прославляют. Мне вот в жизни еще ни разу не приходилось, чтобы делать это. Почему? По затылку получишь. Они молятся. А я, меня этот человек спрашивает, Александр Иванович, а ты на работе совершаешь крестное знамение? Я говорю, нет. А обедаете где? Я говорю, в вагончике, реконструкция города из Китима. А почему? Не знаю. А знаешь, что ты верующий? Знаю. Но ты подумай, почему у тебя так? Ну, я думаю, вот это да. Завтра я обязательно перекрещусь. Сели за стол, длинный стол, ну, вагончик обыкновенный-то, с двух сторон сидят. Я вытащил хлеб. Держу, сейчас перекреститься. Скажи, как гири на руке повисли? Я не боюсь их ничего. А вот сатана. Я тогда сидел, сидел, думаю, ладно, положу в сумочку хлеб, дома поеду до вечера. А работа-то, бетон, на второй этаж катать, самая тяжеленная работа. Ну, мне-то было там лет 24, 25. Думаю, не пойдет так. Отойди, сатана. Я сижу, и Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешно. Да три раза перекрестился. Третий раз у меня рука уже свободно, легко. А мужик сидит напротив. Сатана. Что тебе, Бог, лишний кусок дает? Ух, вот это да. Что же ему ответить-то? А рядом, который сидит, а ты что на него смотришь-то? Тебе какое дело? На меня, говорит, дай ему в морду. Я вообще не знаю, что делать-то. А тот, кому мне, разворачивается, этому советчику, как они сцепились. Их обоих вытащили, и пурга идет на улицу, обоих выбросили-то. Я доел, и все, больше никто ни разу не говорил. Садишься в поезд, где едешь, соверши. Открытое моление, но ты награды-то какую получаешь-то? Видишь, какая разыгрывается вокруг. Но Бог не дал в обиду. Вот ведь как дело там стоит-то. Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах, на углах улиц, останавливаясь. Молиться. Для чего? Чтобы показаться перед людьми. Запомните, лицемеры тайно не молятся. Он ночью на молитву вставать не будет. Дома тайно семь раз в день, как Давид говорит, Псалом 118, 164 стих, он не будет. Выражение лицемер, тайно не молятся. Вот и все. Ему это открыто только. Я тут как-то в интернете показал, как молиться правильно. Ну, вот книга Слободского, показан закон Божий, как правильно пальцы складывать, так или как правильно там. А как крестное знамение совершать-то не видно. Но я и показал, как это делается. Крестообразно, распостершестной земле, молились по житиям святым. Я показал, так на эти снимки столько хуле не было. Да надо тайно, как будто они обо мне заботятся, что моя награда не пропала. А сами злятся, поносят, обзывают. Ну, явно, что безбожники, сатана. Ему то же, что показано, как творцу поклоняться. Если вы верующие, и вы знаете, что открыто нельзя молиться, и меня увидели, да вы бы глаза закрыли. И другой закрыл бы, даже не увидел. А я не молился, я показал, говорю, это я показываю. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Вот теперь смотрите, слово я, местоимение, не у апостола Павла только, они все якали. И Петр, и Иоанн все одинаково. И пророки все я, 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 я. Вот все они в прелести были, наверное, и в гордыне. 1 Иоанна 2,14-26. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас. И вы победили лукавого. То есть похоть вас не собьет, и миссионерить на танцплощадке не придется тебе безбожницу. Я написал вам, не потому, чтобы вы не знали истинно. Это я написал вам об обольщающих вас. Четыре раза яхкать. Зачем? Ну, он написал, он не скрывает. По чужим именем я никогда не пишу. Он говорит, это я сказал. Что так испугались-то? Главное слово, местоимение я, просто в ужас приводит. Римлянам 7,7. Что за скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Я узнал. Галатом. 1,18. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалиме, и, видишься, с Петром, пробыл у него дней 15. Я пробыл. После всего я отошел в страны Сирии Килики. Я отошел. Ходил там, по откровению, и предложил там особо знаменитейшим, там, профессорам, другим, благовествование, проповедуемо мной, язычникам, не напрасно ли я подвязался, или подвязался. То есть, уже деланные дела, он им открывает, как подвязался, иначе как? Я им пришел и рассказал, как я проповедую, как обращаются люди. Так, дела надо открывать, а как же? Иначе вообще этого предложения нельзя было написать. Ходил по откровению, я ходил в страны Египетска, я ходил в Иерусалим. 2,10. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я, еще даже одно не выделил, старался я исполнить в точности. Когда же Петр пришел в Антихию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Люди-то говорили, Петр-то со Христом был, а ты гнал в это время, и ты ему противостал. Сегодня, если сделать замечание священнику, там, не говоришь архиерея на патриарха, да ты поносишь, ты хулишь его, прелесть. Пожалуйста, противостал и отстоял нам свободу Павел. Это демоны трепещут, когда мы желаем спасения друг другу. Не надо этого бояться, кто бы он ни был. Ну, как подойти, это вопрос другой. Нет, так-то не можешь обличить, помолись, Бог откроет. Потому что, говорит, я лично противостал ему, и старался я исполнить в точности. Но когда я увидел, что он не непрямо поступает, я противостал Петру при всех. Ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски. Галатом 6.4. А я не желаю хвалиться. Не желаю, что сам хвалишься. Но разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, который для меня мир распят, и я для мира. То есть, вот это Христос умер на Голгофе, а меня мир распинает, поносит, упрекает за всякое слово прелесть тебе. Это крест. Это награда. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язву Господа Иисуса. А что ты хвалишься от этим? Ну, носи их все. Так я другим даю пример. Не бойтесь, когда вас арестуют. Я знаю таких христиан, которые в тюрьмах отбывали, в лагерях, и они смело могут показать. Все должны знать это. Некоторые даже не знают, что во время, когда гонения были большие, и некоторые гонения не выдержали, ну и принесли жертвы идольские. А потом времена-то изменились, и их принимать не хотят. И был такой закон, что не принимать. Там там Саане, анкратиты были какие. Тогда в церкви вышел закон такой, за них могут ходатайствовать исповедники, которые сидели, сами все испытали, их мучили, психиатрия их давила, но теперь они могут заступаться за этих и дать доводы, сказать, как трудно, они не выдержали. И ходатайство имело огромную силу через тех исповедников, которые заступались. А многие оказались в воротах церковных. Павел говорит 2.20 Галатам. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Ну, это вообще верх хвастовства. В себе Христос, ну, куда ни шло, моя жизнь во Христе, как пишет Иоанн Кронштадт, в книге называют, такой претенциозности я никогда не могу сказать. Мне не дано это, потому что, ну, вот, лично я не могу сказать, что моя жизнь во Христе. Я человек страстный, увлекающийся, ну, может быть, привязанный к земле, мне все интересно здесь, вот, и фильм посмотрю, там, религиозный, другие, все известные, они, видимо, этим не занимались. Они могли так сказать, Ефесянам 6.20, для которого я исполняю посольство, вузов, дабы я смело проповедовал, опять же, я смело проповедовал, как мне должно. Я, я в одном предложении непрерывно якает. А как, о ком говорить? Так и должно быть. А вот посмотрите, местоимение их, когда считаешь в одном предложении до 4-5 раз, точно показать, от кого исходит эта мысль. Филиппийцам 11.17. А другие из любви знают, что я поставлю защищать благовествование, его надо защищать. Некоторые говорят, кому надо, он и без нас обратится, как у старообрядцев. Лежало тысячу лет, пусть еще лежит. Верующий не может так говорить, нужно спешить. И вот в данном вопросе патриарх Кирилл абсолютно прав. Надо менять тактику, выходить на перепутье дорог. Газета Труд перепечатал, я буду сейчас открыть и прочитать, но у нас уже времени на это нет. Это надо выполнять, он говорит к священникам, в основном-то. Но это касается всех. Деяния апостолов, 8.4. Филиппийцам 3.8. Да и все почитаю за ссор, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него все отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Я от всего отказался. Он хвалится этим. Так мне и сынно сказать. Если ты отрекся, ты родился свыше, ты скажешь, я встретился со Христом, это была моя встреча, я получил рождение свыше и крещение Духом Святым. Я почувствовал, как меня благодать наполнило. Я иду за Ним. Ни страхи, ничто теперь меня не задержит. Это верующий так может говорить. Филиппийцам 4.11. Говорит, и не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. А сегодня осуждают, у тебя одежда плохая, кто другой. А как святые-то одевались-то? Вы сами себя обманываете. Они в такой рухляне ходили, в шкурах, и где, говорят, которых мир не был достоин, ни по одежде, в милотних и козьих кожах, мы бы увидели сейчас их, наверное, отшатнулись бы, какой там запах-то был. Ведь они, как ворода, у них только щели были прорезаны, от большого козла шкура надета, и он день и ночь в ней был. Смиряли плоть свою. Филиппийцам 4,18. Я получил все избыточество. Я доволен, получив от Ипофродита посланное. Все. Я доволен. Для чего я тружусь, подвязаюсь, колоссиным. Тимофею. Подвигом добрым я подвязался. Второй коринфею. Ибо если бы я более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал бы в соизведании, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Даже больше того, что хвалится, еще бы больше стал. У меня власть над вами есть. А в чем она выражается? О, так это вот на меня говорят, это знаете, это управление сознанием людей, методы такие есть. Это надо. Это манкурты. Какие методы? Люди разошлись, помолились. Нет, это потому у него молятся так, чтобы управлять людьми надо. Звери лютые. Безумные совершенно люди. Сознанием никому не дано управлять. Они могут туда вторгнуться, отнять, убить, сварить кровь там. А управлять они не могут. Им не дано. У быка могут они вживить, и теперь яростная на весе у людей, уверен, что это не может быть. Он молится. И гипнотизер стоит, руки опустил. Я знаю, он загипнотизовал всех. Гипнотизировал-то. А одна пришла женщина, она решила узнать о своих братьях, погибших на фронте. И он ей палочку показывает, стеклянную, смотри. А потом два раза ничего не получается. Он третий раз, слушай, тетка, а ты молитвы не считай про себя. И выгнал ее оттуда. Он ничего не мог сделать. Она пойти-то пошла, боялась, и считала, до воскреснин Бог. И все. А обольщение искусства волшебников рухнули, как при мудрости Соломона написано. Второе Коринфянам 11.2. Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу. Но я думаю, что у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов. Вот это превозносится. У меня нет недостатка. Я все это понимаю. У меня нет недостатка. Это Павел говорит по сравнению с Иоанном, с Петром. Ну, хворите-то, зачем это надо? Ну, кого ты будешь осуждать-то? Это же не я сказал. Сия у меня прелесть. А у Павла это похвала. Как так получается? Ну, если я, допустим, или другой человек 50 лет Библии из рук не выпускает, он трудится, я знал такого человека, то и священники обращаются за помощью, он отдает свободно свои знания. Ну, и что в этом плохого? Второе Коринфянам 1,18. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Разговаривают, как с ребятишками. К стыду говорю, что на это у нас не доставалось. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию. Смею и я. А они евреи. И я. Израильтяне. И я. Семя Аврамова. И я. Христовы служители. В безумии говорю. Я больше. Это не хвостоство? Он служитель. Прошлыми делами хвалится. А чем? Больше в тюрьмах сидел. Больше пространства прошел, проехал на ослах, на кораблях. Больше людей через него обратилось. Это слава Божия. Кто? Павел. Я гораздо более был в трудах. Он через запятую идет. Мы подставляем. Я больше был безмерно в ранах. Я более был в темницах. Я многократно был при смерти. От иудеев. Пять раз дано мне было. Я страдал по сорок ударов без одного. Три раза меня. То есть я был бит палками. Однажды камнями прибывали меня. Я был побиваем. Три раза я терпел кораблекрушение. Ночь в день пробыл в глубине морской. Я. Много раз я был в путешествиях. Я поставляю букву Я. В опасностях я был на реках. Я был в опасностях от разбойников. В опасностях от единофлеменников. Я был в опасностях от язычников. Я был в опасностях в городе. Это свободно оставляю. Это просто литературно так не передается. Но это именно за этим и стоит. Я был в опасностях в пустыне, я был в опасностях на море, я был в опасностях между лжебратьями, я был в труде и в изнурении, я был часто в денье, я был в голоде, я был в жажде, я был часто в посте, я был на стуже в ноготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное освещение людей, забота о всех старквах. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспоминялся. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. То есть это все делал Бог. Он здесь сколько раз сьякал? Речь уже идет о десятках раз в одном контексте. И что, Он говорил не в духе святом это? А кто против, Он ни разу не может сьякнуть. У него ничего нет. Он не проповедует, не благовествует, ни один человек через него не обратился. Он безбожник. Тролль поганый из Норвегии, из-под земли выскочил. Их так и надо понимать. Это люди троллят пространство. Тролли кто они? Это норвежские подземные существа, демоны. Их иначе нельзя называть, как только демоны, бесы. Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенного веки, знает, что я не лгу. Еще и Бога, во свидетели, знает, звал. Чтобы схватить меня. Я в корзине был спущен. Если захочу хвалиться, то не буду неразумен. Второй коррект. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне боли, нежели сколько вам не видите и слышно от меня. Ничего себе. Хвалился, хвалился, хвалился. Что нам за год не разгрести. Если где он в опасности, по порядку все проходить-то. А теперь, как бы больше не сказать, что? О видении, которые на небе были. А у нас именно об этом только и хвалятся. А вот он был, а вот он слышал. Вот это и есть прелесть. А когда начинаешь слушать, там ничего божественного нет. Какие-то видения, бредни пьяных старух, как Златоуз говорит. Чтоб я не превозносился. Что? Чрезвычайность откровений. Откровения, которые были. Дано мне жало вплоть. Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. А кто? Гонители, поносители, вот эти тролли окаянные. Вот эти люди, которые шпигуют тебя. Это прелесть, это гордость. Они боятся даже в скайпе выйти на тебя поговорить. Они, собственно, и те не боятся. И на них так и надо смотреть. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил. Я молил его, чтобы маленько отхлынули эти гонители от меня-то. Вот эти, да, они от сатаны. Ангел сатаны, вот она. Ангел сатаны с маленькой буквы ангел. Вот она. А Господь сказал, нет. В немощи силы. Ты немощи, тебя заковали. Ты поешь, сидишь, и вдруг в Божьей силе началось тут цунами, землетрясение, тюрьма раскрылась. Узники могли убежать. Стражник Стефан обратился, с семьей крестился. Вот в этой нашей немощи, когда мы не можем, вот Бог проявляется. Вот я был судимый. Судимый в 86-м году, в июле месяце. А потом, когда я освободился, я везде стал спрашивать, ну как вы на суде были? Со стороны, как я выглядел? Ой, вы так героически вели себя, так мужественно. Вы КГБ обличали. Вы там судья так отвечали. Тут прокурор. А они ответить не знали, что вам. Это вы так уверены, да? А я говорю, я как кролик сидел, у меня все внутри дрожало. Я сидел. Но вот в этой немощи Бог показал такое, чего я сам себе не видел. Я-то, ну никто не знает. Но я-то знаю. Я людям говорю, нет, это не так, я не герой. А Златоуст говорит, это не вина твоя, что ты боялся. Вина, если бы ты отрекся. Но я не отрекся. Получил срок и пошел по этапу. Надо знать еще, в какой момент ты теряешь общение с Богом. Я только сидел и молился, Господи. Только бы мне не 70-ю статью, а 190 Прим. Там сразу два раза срок увеличивался. У меня не было антисоветской деятельности. Вот нападает, да вы знаете, в 86-м, 90-м году его брали в психбольницу. Не брали меня. Это все лжецы. А что, проверка идет? Можно судить или нет? А почему? Отрыжка армейской службы, когда я его веровал, и там пришлось быть в госпитале. Проверили. У меня в книге документы все положены. Ничего нет. Можно судить дурака. А кто это на меня нападает? Они-то не проходили комиссию-то. Я поэтому не знаю, вы сумасшедшие или нет. И у меня документы, что я нормальный. У меня документы есть. И документы хранятся в архивах государственных. Но я их, когда освободился, все переписал номер, какого числа, какой лист. Дальше. Господь сказал ему довольно благодати, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами. Чтобы обитала во мне сила Христова. Вот меня пришли, ограбили один раз, другой раз, а я сижу, не знаю еще и как. Даже пойти в туалет на улицу, а в бараке живу, и со мной идет подполковник КГБ. Вот охрана. А только президента так водили, даже в туалет. А потом он уже полковник, ко мне надо будет приезжать. А потом приедет вот сюда, где я сейчас сижу, и книги мои купит. Бог как делает, а в этой немощи. В немощи. А если бы я гордебачил как-то по-другому. Я просто сидел, как ягненок перед ними, ничего не говорил, молчал и молился. Но они со мной аккуратно обращались. Даже простору большую нашли. А у вас там внутри чего нет? Нет. Может быть, ее можно отломить? Сами не трогать. Я простору большая, простор от архиерея. Я разломил, ничего нет. Икона одна такая, оклад, глубокая. Взяли с той стороны. А у вас там ничего нет? Игнатий Тихонович, можно там посмотреть, открыть, чтобы мы могли записать? Пожалуйста. То есть они даже иконы не трогали. Я по отношению органов никакой претензии не имею. Почему? А в этой немощи была сила. И какая сила? Судья, который меня осудил, потом приезжает, берет книги здесь. Куратор КГБ приезжает, приезжает на машине и меня увозит домой из тюрьмы. Это вообще не видно. А потом вот это здание, мэр города приезжает, отдает эти здания мне, я его высудил за то, что конфисковано. Тут мы молимся, в квартирке. Я живу здесь, в этой немощи. Когда я ничего не знал, Бог потряс буквально до основания все. Я испытал это. Я хвалюсь моим Господом. Это мой Бог. Дивный Создатель мой Бог. Господь Иисус Христос, благословенный вовеки. Я благодушенствую в гонениях, притеснениях за Христа. Ибо когда я немоща, тогда я сильен. Я дошел до неразумия хвалясь. Вы меня к этому принудили. То есть он на них и свалил. Да я бы молчал. Но вы прелесть, гордыня, я вам должен сказать. Так есть чем хвалиться-то. Не гордиться. Я в этом не чувствую ни возношения, ничего. Я расскажу почему. Вам бы надлежало хвалить меня. Ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. Хотя я и не что. Ну кто из слушателей может это сказать? Что вы видели? Где вы распространяли слово Божие? Я знаю такого человека, которому не больше трех часов приходилось спать, круглосуточно, по разным предприятиям везде проповедовать. Не знаю, кто-то человек был в теле или не в теле. Второе коринфянам 12.15. Я охотно буду издерживать себя. Несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что я сам не обременял вас. Но пользовался ли я? Смотрите, сколько я. Вот, пожалуйста. Четыре раза только сьякал. Вещь невероятная. И правильно тогда правильно. У людей ли я ныне ищу благоволение? И дальше. Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Не можете служить Богу и мамоне. Вот эти богатые машины у священников. Не может быть этого у священника. Пересядьте на отечественные машины. Вас уже архиереи к этому призывают. Отдайте, не отдадут. Они будут судить. А что это, как бомж одетый? Да, бомж. Но вы знаете, великий бомж. Что-то без определенного места жительства. Бомж был наш Господь Христос. Он говорит, птица имеет гнезда, листы, норы. А сыну человеческому негде преклонить главу. А то бомж был. Бомж, беглец. Бежал в Египет, как Златоуз говорит. Нам есть с кого брать пример. И вот апостол говорит. В первый день недели, когда ученики собрались за преломление хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. О чем он говорил? Это не служба. Беседа была. Вы думаете, о чем он рассказывал? Если не знаете, я скажу. Он говорил о своих делах. Как людям проповедовал, как они обращались, как его били, как его вытащили за ноги, за город. А он встал далее, да еще начал требовать, чтобы извинились перед ним. У меня римского гражданина били. Он им рассказывал все. А больше на чем он рассказывал-то? Но благодатью Божией вместо того, что есть. Благодатью во мне не было тщетно. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодатью Божией, которая со мною. И опять я потрудился. Он хвалится своими трудами. Не говорил, я потружусь больше. А уже потрудился. В прошедшем времени. Посему бодрствуйте. Памятую, что я три года день и ночь не пристану, слезами учил каждого из вас. Опять якает и якает. Филиппинцам. Подражайте, братья, мне. И смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ни одному Павлу подражать надо. Но кому? Смотрите на тех. Вот которые говорят прелесть. На них можно смотреть или нет? Вот когда ты сможешь сказать, да, это говорится обо мне. Люди могут поступать по этому образу. Я совершенно не друг в духовном плане Сергею Строгородскому. Но у него есть такое хорошее. У Антония Храповицкого это был лучший ученик. И он говорит, придет время, когда будет полное запустение, отступление. Священники отступят, и Бог воздвигнет людей, у которых никакого звания нету, кроме божественной харизмы проповеди. Миряне. И они исправят всю обстановку и поведут назад. Ты можешь, услышав эти слова, сказать, это обо мне. А я знал такого человека-мирянина, который только услышал, он сразу сказал обо мне. И полвека положил на это. Оправдать слова, которые вышли от Сергея Строгородского. Но они вышли от Христа. Тогда у вас всегда будет на сердце радость. Вот прелесть я еще ни разу за всю жизнь никому не сказал. Это жупел, которым священники, монахи научили друг другу. Но они сами получают от этого. Прелесть, прелесть, прелесть. Пропрели уже с этой прелестью. Деяния. Павел пришел с нами к Иакову. Пришли все пресвитеры. Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. О чем он рассказывал? А если бы он сидел только крестил, да отпевал мертвых, что бы он рассказал-то? А вот он где был? Я знаю таких людей православных, которые едут от находки до Атлантики. Еще у них путь будет. Мы не можем поехать, мы будем молиться. Людям нужны средства, мы будем собирать. Мы делаемся участники. Принявший пророка во имя пророка, получит награду пророка. Принявший праведника во имя праведника, награду праведника. Принявший благовестника во имя благовестника, получит, сидя дома даже, как будто ты проповедовал. Рассказал подробно. Значит, можно рассказывать об этих делах. И никто не сказал, это прелесть, гордыня. А они же, выслушав, что прославили Бога. Который раз мы слышим. Результат того, что Павел говорил, хвалился, какой прославление Бога. И сказали, видишь, брат, сколько тысяч уверовавших, иудеев, и все они редители закона. А о тебе наслышались, что ты и наши. Не надо слушать, что кто говорят. И все испытывает. А какой ты веры православной? Православной. Мне тоже приходится иногда кому-то говорить. И пока ни одного человека ни разу никуда не направили. Только в храмы московской патриархии. Всех до единого туда направляем. Но говорим, что ищите там священников, чтобы архиерея дал, которые проповедуют Слово Божие. Ну, дальше прочитайте. Это Деяние 21, 17, 24. И дальше говорит. Слышанное имя о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. Нужно это рассказывать людям. Вот в чем обвиняют верующих. А ты знаешь, что это не так, что эти люди соблюдают каноны, соблюдают жития святых, соблюдают все посты. Ты не имеешь права молчать, ты заступись. Они наслышались. Слышанное о тебе несправедливо. Справедливо. Сам продолжаешь соблюдать закон. Если ты знаешь, конечно, что тот человек, которого хулят, которого обвиняют прелестью и в чем, он не такой. Выйди, скажи, ты получишь награду. Бодросту и пабитую, что я три года день и ночь не пристану, со слезами учил каждого из вас. Павел не боится сказать, я плакал, как вы не плакали. Я молился о вас. Тайну цареву прилично хранить. А о делах Божьих объявлять похвально. Тавито 12.7. Тавито 12.11. А о делах Божьих объявлять похвально. Второе раз говорите. Дальше. И стали рассказывать о великих и чудных делах Божьих. А это надо рассказывать. Великие и чудные дела Божьи, где тебя Бог спас. Где Он тебя воскресил. Где защитил. Где сердца людей расположил. Как ты проповедовал. Как нес Евангелие. Люди десятками тысяч распространяют. Ты это делаешь? Ты хоть раз был отцом, который ты родил через благовествование. Ты поймешь, Павел говорит, я в муках рождения. В муках. Жена рождает женщину. Больше суток она не может мучиться. Она умрет. Павел годами мучился этим. Ты скажи, делаешь это? Для того я никогда не перестану напоминать вам о всем. Пастырь ваших умоляю я. Вам говорю, язычник, как апостол, язычник. Я прославляю. Я знаю и уверен в Господе. Сами смотрите. Итак, я могу похвалиться, что относится к Богу. Я старался сеять не там, при том, где. Имя Христово. Да бы не на чужом сеять. Я питал вас молоком. Питал. Я насадил. Я по данной благодати мудрый строитель положил основания. Я положил. От меня вы уверовали. И дальше. Я родил вас во Христе Иисусе. Для всего я послал к вам Тимофея. Напомнит вам он о путях моих. Я не только о себе рассказываю, Павел говорит. Но еще обо мне Тимофея расскажет, что я делаю. Как проповедовали. Вот как надо вести. Вот это евангельская вера. А то, что никому не говори, это монашеская вера. Она никакого отношения к Евангелию не имеет. И как я учу везде, во всякой церкви. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Как? Чтобы безбрачные были, как я. Относительно девства я не имею повеления. Не боялся это сказать. Я имею, думаю, Духа Божия. Я не пользовался ничем таковым. Я всем поработил себя, чтобы больше приобрести. Как приобретил? Я и с баптистами, с адвентистами, с яговистами, с католиками, встречаюсь с мусульманами, а там все-то люди обращаются к Богу. У тебя это есть, Павел говорит? Нету. А что ж ты на меня ропчешь? Двойной стандарт. Если на Павла нельзя сказать, что он в прелести, делами хвалятся, то нельзя сказать и сегодня. Это эталон. Для немощи был как немощи. Для всех я сделал совсем. Для всех. Для староверов как старовер. Оставаясь в душе на правильных позициях. Ты это можешь делать? А зачем это мне нужно? Вот это и оно. А Павел говорит, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Вот для чего я это делаю. Обрезываться нельзя. Кто обрезывается, нет пользы от Христа. А сам берет Тимофея и обрезывает. А зачем? Для евреев. Иначе они не слушают его. Он полукровка был. Метист. Потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только воздух бить. Так как я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Чтобы через нашу проповедь батюшки стали другими. Чтобы женщины были не Б в церкви, наполняли ее, а святые чистые голубицы. Будьте подражатели мне, как я Христу. Кто и сегодня может это сказать? Миляне. Патриарх Кирилл скажет, может быть, это Папа Римский, Франциск Менедикт. Старообрядческий Корнили. Я пока не слышал, кто это скажет. А почему? Они в душе понимают, что они не такие. Они не избрали бедность Христа, смирение Христа, везде давить, угнетать, запрещать. То есть репрессивная сталинско-беревская машина, образовавшая эту структуру. И дальше. Хвалю вас, братья, что вы держите предание, так как я передал вам. Вот тебе и предание. Сектанты воюют против предания. А Павел говорит, я его передал. Воюет против предания церковного. О чем Павел говорил-то? Воюет против Павла. Ну какие тут Павел имел в виду, это надо рассуждить. И я покажу вам путь еще более превосходнейший, который я покажу. А почему не Бог? Я наименьший из апостолов. Не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божией есть то, что есть. Благодатью во мне была не тщетна. Но я более всех их потрудился. Вот тебе на. Я не достоин называться, а более всех потрудился. Хвалиться прошедшими трудами. Я каждый день умираю. Я боролся со зверями в Ефесе. Какими зверями? На арене с людьми. К слову сказать, волками. В Писании посылай, как овец среди волков. Господь имеет в виду язычников, иудеев. В дальнейшем коммунисты, фашисты, масоны. А в 20-й главе Павел собрал священников, епископа, и говорит, из вас хвостанусь, из вас лютые волки. Вот он боролся со зверями сегодня, ему пришел, его бы в ипархии Павла не приняли. Это абсолютно точно, я уже доказывал в кругу священников. Вот представьте, я говорю, у вас идет имперхальное собрание, и вдруг кто-то стучится в дверь. Ну-ка, секретарь, посмотри. Секретарь посмотрел. Стоит какой-то непонятный бомж. Чего ему надо? Ну, сказал, меня отталкивает. Чего ты стоишь на дверях? Ну, ходи. Я не знаю, что делать. Это пока объяснял, он уже зашел. Мы что тут собрались? Да у нас имперхальное собрание, а ты будешь меня не спрашивать, кто я? Ты чей? Какая епархия? Да у нас епархия там Воронежская, Кемеровская, Содомская, Гоморская у вас. Князья Содомские и Гоморские. Вы его примете такого? Нет. Считай первый главпорока Исаия. Он как к язням обращался, когда Содом и Гоморра на дне моря были, златоуст, говорит. Вы забыли, кто вы есть? Голубая мафия пожирают самых больших людей, которых Бог дал, как Андрея Кураева, как Степаненко Максима. Я попутно хочу это сказать. Вот где прелесть Бесовска, что им дано, они кого-то могут... Им не дано это запрещать. Им не дано разводить, им дано сочетовать со Христом. Другого права нет. Нету раскрещения этого. Ни один из них, кого я назвал, они никакого вреда не принесли церкви-то. Павла, Адельгейма не знают. А Павел-то, Адельгейм-то, священник-то, он как патриархию-то громил. За одного отца Глеба Ихунина им отвечать придется столетие. Чтоб Тимофей был безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Ну тут хвастослов вообще не прикрытое. А вот хвалится он Господом. Тимофей такой же был. Еще из него люди обращались. Дальше. И вот на суде мирском, я тут поясняю. Божьим, это местоимение Я признается за единственный верный факт. Это последняя буква Алфаити, но в церковном славянском она первая. Аз есми. Режет слух у тех, кто видит свое пигмейство и в обыденных вещах, и совесть еще не совсем умершая в нем трепещет. Неужели же я не мог быть тоже на той стороне и делать тоже? Я свои слова, где я говорил, они, кажется, с магнитопона уже записываются. Проспали, голубчики. И теперь приходится мычать. Мы не одни, все так делают. Причем тут мы? Такая была власть. Мы не виноваты. Нас заставляли. А нужно сказать, я всегда и везде виновен. Я, лукавый, ленивый раб, скрывался за коллективизмом, а с простости неналичного с меня, с моего конкретного я. И должен сказать тогда такой, пропал я. Талант я не умножил. Зарыл я его. Я сам. Что я наделал? Я погубил себя и ближних к тому же безделию я подвигнул. Вина моя безмерно велика. Вот и режет слух. Это неплохо. Значит, совесть еще трепещет, ощущает боль от пустоты. Не совсем сожжено. Повторяю снова Якова. Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою бездел твоих. Покажи. Две тысячи лет. Говорит, покажи, и ни один не может. Ну бездел. Что он покажет-то? А я верю, за меня Христос умер. Говорит, бесы веруют и трепещут. Это бесовская вера. Пока я тебе покажу веру издел моих. Ее надо показывать. А как издел, если дела не покажешь-то? Покажу. Покажу. Вот я и показываю, он говорит. А кому нечего показать? Он снова стонет. Что даже слышать о сделанном кем-то ему больно. О делах. Я два стихотворения прочитаю. Дело святое за правду стоять. Весело биться со злом. Любовь врага на борьбу вызывать с ясным открытым челом. В этой упорно неравной борьбе лучше победы не жди. Знай, что пожать не придется тебе. Дум твоих светлых плоды. Но закаляюсь все больше борьбой. Не отступай ни на шаг, чтобы труп опозоренный твой встретил с почтением враг. Федоров Амулевский. Прошлый век. Дальше. Но нет пощады у судьбы тому, чей благородный гений стал обличителем толпы и остростей и заблуждений. Его преследуют хулы. Он ловит звуки одобрения. Не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобления. И каждый звук его речей, плодить ему врагов суровых, и умных, и пустых людей, равно клеймить его готовых. Ты такой или нет, тебя клеймет? Подряд все будут клеймить. Со всех сторон его клянут. И только труп его увидя, как много сделал он, поймут. И как любил он, ненавидя. 1852 год. Николай Алексеевич Некрасов. А теперь про сапоги. Речь идет о больших сапогах. Вот смотрите, это сапоги. Господь говорит, Псалом 59.10 Мау, мольная чаша моя, наедомо простру я ни тапочки, ни тупли, но сапог мой. И дальше. Наедомо простру сапог мой. Второй раз повторяет Давид 107, Псалом 10 стих. Вот что сегодня по заказу пришлось осветить о том, что дела, сделанные во Христе, можно показывать. И можно ими хвалиться. Кто этого не понял, я ему уже ничего не могу сказать. Потому что им нужно иметь эти дела. И быть гордым на вершине горы. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Слава Христу. Я уже охрип. Можно было потише говорить, но я так привык. Глухой, потому что... Сапог натаскал. Целую кучу. Четыре сапога. Никогда так не было. Потом я вынесу. Ой.